Снова шокирующая история. В Калининграде отец морил голодом родного сына, мальчика уже забрали органы опеки. Миллионный штраф и тюремный срок в Госдуме наконец-то придумали, как бороться с черными копателями. Сложные цвета и хлеб вместо стерки, как в одном из храмов города, проходит реставрация росписи на сводах. Ассорти из наркотиков в Калининграде задержали необычного торговца метамфетаминов. Отметить по-мужски, корреспонденты Первого городского подготовили планы на праздничные выходные. О том, что еще интересного произошло в Калининграде и области в пятницу 19 февраля, смотрите далее. Здравствуйте, у тебя Первого городского, служба новостей город в студии Вероника Сухачева. Не успел город отойти от новости про сына кровопийцу. Напомним, накануне подросток прокрался в спальню родителей и начал резать мать с отцом. Родители с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Как стало известно, в Калининграде отец напротив издевался над родным сыном и пять дней морил его голодом. 47-летний мужчина был задержан после того, как его сына госпитализировали в состоянии голодного обморока. Как выяснили сотрудники полиции, находясь в гостях у друга, мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание. Упав, он ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Вот такие фотографии сотрудникам полиции удалось сделать дома у подозреваемого. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, кроме еды, отец не обеспечивал мальчика одеждой, школьными принадлежностями и даже предметами личной гигиены. Судьба у подростка оказалась трагичной. В 2008 году у него умерла мама, после чего ребенка поместили в детский дом. В 2014 году отец забрал его, но в итоге выполнять родительские обязанности не смог. Сейчас школьника вернули в детдом, а в отношении нерадимого отца возбуждено уголовное дело. Органы опеки и полиция проводят проверку и от каких-либо комментариев и интервью отказываются, чтобы не навредить ребенку. Тем временем еще одна трагичная история. К счастью, получилось счастливое продолжение. Девятилетнему Жене из Правдинского района удалось сохранить пальцы ног. О судьбе мальчика мы уже не раз рассказывали в наших эфирах. Приемная мать жестоко обращалась с ребенком, морила его голодом и холодом. В итоге у малыша развилась гангрена на ноге. Когда Женя поступала к нам, у нас все-таки стоял открытый вопрос об ампутации отдельных пальцев и левый, и правый стоп. Нашим специалистам, специалистам детско-областной больницы удалось исправиться. Все практически пальчики восстановились. Единственное, что 5 февраля под наркозом мы ему там удалили мертвые ткани в одном из пальчиков. Мы продолжаем начать терапию и продолжаем его активно откармливать. За это время, что находится у нас, он уже поправился на 7,5 килограмм. Поэтому с такими темпами мы пойдем и дальше. Более того, теперь желание усыновить Женю заявили сразу четверо родителей. Об этом на своей странице в социальной сети заявила министр социальной политики Анжелика Майстер. И к другим темам. Ударить миллионными штрафами и тюремными сроками по незаконной добыче янтаря. Накануне в службе новостей город мы рассказывали о гибели очередного черного копателя. А сегодня депутат Госдумы Илья Костунов подготовил проект закона, который может свести к минимуму нелегальный промысел янтаря. Законопроект предлагает наказывать незаконных добытчиков янтаря штрафами в размере 5 миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет. Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинсбург к законопроекту относится скептически и считает, что подобная инициатива будет эффективна только при низком уровне коррупции. Они, если реализуются и будут сопровождаться взлетом коррупции, потому что между копателями и правоохранителями легче будет договориться. Понятно как. Вот мне думается, что наказание должно быть не сколько жестоким, сколько неотвратимым. Ужесточение наказания для черных копателей должно уравновешиваться наведением порядка в правоохранительных органах. Проблема с черными копателями в Калининградской области остается нерешенной многие годы. И то и дело поступают новые сообщения об отчаянных добытчиках ценного минерала. Эксперты считают, что нынешние штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей не могут остановить незаконную добычу янтаря, прибыль от которой измеряется сотнями тысяч. О других событиях пятницы расскажем далее в новостях короткой строкой. Спонсор рубрики короткой строкой – группа компании «Ваш Ломбард». Трамваи остаются, вагоны пустят по временному маршруту, и жители смогут уехать с острова, сообщили городские власти. Пока предлагают пустить сообщение с фестивальной аллеи по Советскому проспекту через улицы Черняховского 9 апреля, Ленинскому проспекту, проспекту Мира и до магазина «Спутник». 21 февраля в Калининграде пройдет крестный ход, посвященный воинам, павшим в боях за защиту Родины. Время и место сбора в 13 часов у храма Пантелеймона. За полчаса участники пройдут до часовни Победоносца Георгия, после чего отслужат у памятника 1200 гвардейцам церковную службу по усопшим. С 19 февраля по 24 марта жители региона столкнутся с телепомехами. Причина простая – солнечная активность. Светило, спутник, связи и приемная антенна выстроятся на одной линии. Такое явление ухудшит прием сигнала или вообще сделает его недоступным. Правительство предлагает выплачивать новоиспеченным матерям «Единовременное пособие» по 25 тысяч рублей из материнского капитала. Финансовая помощь коснется особо нуждающихся. И это, по мнению властей, повысит уровень материальной поддержки семей. Первый городской канал запускает новую акцию для настоящих мужчин. Выкладывайте фотографии из дембельского альбома на нашу страничку ВКонтакте. Участвуйте в новом конкурсе. Самое оригинальное и необычное фото выберем в преддверии Дня защитника Отечества. Победителя ждет приз. Может ли художник дописать картину другого автора, да еще так, чтобы никто не отличил почерки мастеров? Ответ на этот вопрос узнавал мой коллега Кирилл Попов в весьма необычном месте в церковном храме. Там после окончания росписи сводов обрушилась часть штукатурки. О всех тонкостях работы реставраторов, а также почему в этом ремесле не обойтись без белого хлеба, расскажем в нашем следующем сюжете. А почему только зеленоградский? Потому что только его можно смять в такой комок. Он достаточно по консистенции мягкий и нужно зажимать до состояния стерки. Лучшего средства от копоти пока не придумали. Такой хлебной стеркой Ксения Рыжкевич очистила уже 6 квадратных метров. Три недели назад местную художницу пригласили в храм доделать работу белорусских коллег. Они сейчас на родине, а вот их творение частично обрушилось из-за сырости. Руку мастера вообще в принципе повторить сложно. Это нужно было постоянно приглядываться к ближайшему, к ближнему орнаменту и видеть, насколько вел широко мастер, насколько он нажимал на кисть. Такую работу художника можно сравнить с действиями нейрохирурга, признается Ксения. Важно, чтобы рука не дрогнула. Мазки должны быть уверенными, но в то же время плавными. И так на протяжении пяти часов. Однако нанесению красок предшествует самый важный этап. Это их замес. Замес основного, вот этого голубого цвета, он в день, он менялся почему-то. Это зависит, наверное, скорее от самого освещения помещения. Днем намешиваешь приближенный оттенок, он один. Вечером он уже другой. И когда прокладываешь, нужно попасть в предыдущий оттенок. Цветовая гамма от бирюзово-зеленоватого до красного и золотого. А в точности повторить нужно не только орнаменты, но и лик святого. Сложность такой работы заключается не только в уникальной технике, но и в самом нахождении на рабочем месте. Конструкция высоты с четырехэтажный дом, хоть и прочно стоит, но все-таки немного шатается, да и выдержать может не больше одного человека. Поэтому художник целый день работает один. Каждый поголовник говорит, так высоко, так высоко, как ты так поднимаешься, что... Они просто еще не представляют, что я так делаю. Они просто видят высоту и сами... Каждый сам ставит себя на место художника, видимо, и представляет, как я каждый день спускаюсь, поднимаюсь. Среди всех этих трудностей Ксения Рыжкевич выделяет одну – одиночество. Ведь работать на высоте ей не привыкать. В 2014-м она украсила своей картиной 12-этажный дом, но не без помощи коллег. Помогали ей и в росписи сводов Храма Христа Спасителя на площади. Сейчас же художница прошла уже полпути, и буквально через месяц прихожане смогут оценить работу Ксении по достоинству. Кирилл Попов и Екатерина Калиниченко. Служба новостей. Город. Новорожденные змеи, питоны-альбиносы и редкие черепахи. В Калининградском зоопарке подрастает новое поколение рептилий. Сейчас малыши находятся в специальных условиях и пока скрыты от глаз посетителей. Детеныши Амурского пола запоявились на свет буквально несколько дней назад. Сейчас 25-сантиметровые змейки боятся яркого света и постоянно прячутся. Их чешуя окрашена специальным цветом, чтобы маленькие рептилии могли затеряться на фоне песка и камней. А вот взрослые особи имеют уже более яркую окраску. Взрослые вырастают где-то до 2-2 метров в 20 сантиметров в длину. То есть вот это вот еще далеко не самый большой экземпляр. Обитают они на севере Китая, в Корее и на юге Дальнего Востока. То есть это российская змея. Что интересного? Они в природе питаются птичьими яйцами. Также в зоопарке подрастают крысиные полосы, питоны, альбинусы. Не отстают и другие обитатели террариума. С каждым днем все крупнее становится и болотная черепаха, охраняемая в нашем регионе и некоторых европейских странах. А также ее среднеазиатские родственники, занесенные в Международную Красную Книгу. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Назад в 90-е в одном из калининградских дворов неизвестные взорвали легковой автомобиль. 200 граммов тротила разместили под задним колесом иномарки. Известно, что автомобиль принадлежит подруге хозяина одного из популярных спортклубов Калининграда. Полиция проводит расследование. Эфир продолжит криминальные новости. Спонсор рубрики «Место происшествия» Аварийный комиссар. По данным полиции, мужчины готовили площадку для незаконной добычи янтаря сердца. В антикафе города Советска задержали 11 подростков с признаками опьянения. Как сообщили местные жители, среди молодежи это заведение пользовалось особой популярностью. Владельцы придумали целую систему условных знаков для посетителей закрытых вечеринок. На одно из таких мероприятий заглянули и сотрудники ФСКМ. В итоге 11 несовершеннолетних были задержаны. Проводится проверка. И к другим темам. Не хочешь лишиться машины? Вовремя оплачивай счета за электроэнергию. Сегодня калининградские приставы совместно с ГИБДД и Янтарь-энергосбытом провели рейд по выявлению должников. Сотрудники ГИБДД останавливали случайные машины, а приставы предлагали автомобилистам пройти проверку на предмет задолженности. Если база данных сообщает, что авто принадлежит должнику, то машину могут арестовать. Мера действительно является эффективной в связи с тем, что много людей часто не знают, что у них имеется задолженность. Мы также не только принудительные меры совершаем, но также разъясняем и объясняем, как можно произвести задолженность, как себя проверить можно. Также у нас может человек любой подойти и проверить наличие задолженности. Должников также выявляли при помощи приложения «Мобильный розыск». Пристав наводит камеру телефона на номер автомобиля, после чего на экране появляется информация о том, имеет ли владелец авто какие-либо долги. Как сообщили приставы, такие рейды для борьбы с должниками будут проходить регулярно. Рабочая неделя пока не подходит к концу, но по традиции корреспонденты Первого городского составили планы на выходные. К слову, этот уикенд будет не только праздничным, но и длинным. Главное событие грядущего уикенда – это День защитника Отечества. Основные гуляния, приуроченные к празднику, пройдут на пятом форту. 23 февраля гостям покажут кадры военной хроники, угостят солдатской каши и даже пригласят поучаствовать в инсценировке боя, которую подготовил местный клуб исторической реконструкции. Старт в час дня. А на месте другого калининградского форта номер 4 пройдут гонки на мотоциклах. Ежегодные февральские мотогонки в Калининграде называют Днем пингвина, хотя местная зима мало похожа на места обитания антарктических птиц. Начало праздника в 9 утра 21 февраля. Если кому-то не по душе День пингвина, то можно отметить День тюленя на Кушской косе. Мероприятие приурочено ко Всемирному Дню защиты морских млекопитающих. Праздник призван обратить внимание людей на проблемы обитателей Балтийского моря. Гостей ждут к 11 утра. А вот историко-художественный музей порадует гостей выставкой «Тебе поем мы песню» в экспозиции картины и графические произведения художников творческого объединения «Зимландия». Музей янтаря, в свою очередь, приглашает на экспозицию «Янтарь объединяет мир», где будут представлены произведения декоративно-прикладного и ювелирного искусства. А до воскресенья еще можно успеть на выставку пейзажей времена года в художественной галереи. Ну а если праздники вы решите провести дома, то включайте первый городской. В субботу мы покажем комедию «Новый парень моей мамы» с Антонио Бандерасом. Взрослая женщина после преображения решает брать от жизни все и крутит романы направо и налево. Чем до жути пугает собственного сына. А в воскресенье зрители ждет приключенческая фэнтези «Последний легион» о последнем римском императоре. Обывики падения Олимпа и «Человек ноября» в понедельник и вторник расскажут о том, что бывших спецагентов не бывает. Начало сеансов в 21.00. Проводите выходные с Первым городским каналом. По словам экспертов, наиболее эффективно размещать посты и фотографии в рабочие дни после обеда. А вот какими записями и публикациями делили сегодня друг с другом калининградцы, расскажем далее в подборке из социальных сетей. Спонсор рубрики «Социальные сети» – сеть магазинов «Рыбак и рыбачок». Любопытную птичку запечатлели операторы безопасного города в одной из 300 видеокамер. Контролируют рабочий процесс, подшучивают в комментариях. На кушке-кассе туристов развлекают лесные звери. То олени покажутся, то белки на голову прыгают. Лисы тоже не отстают и побегают пофотографироваться, ну и заодно пообедать. Слава Богу, не нами, пишет автор. С возрастом понимаешь ценность сна. И совсем не важно, где ты заснешь. Ведь бодрость с утра и хорошее настроение обеспечены, уверяют пользователи. Калининградцы гадают, где стадион. И, судя по фотографиям, увидят они его не скоро. А время-то идет, пишут в комментариях. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, группа «Первый городской канал». Участвуйте в наших конкурсах и розыгрышах, а также делитесь своими фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Суббота – день не рабочий, но зато потом три дня выходных. Разве не повод для радости? Калининградцы делятся своими хорошими новостями. Спонсор рубрики «Хорошие новости» – компания «Кёнигдорс». Да, я сессию сдал. Хорошая новость. Порадовала меня моя собачка. Чудесная пекинецка, зитка. Иду на день рождения подруги, собираюсь купить подарок. 23-я скоро. Ну, у нас недавно у брата внучка родилась. Полгодика ей уже. Щенка купили хаски. Самая хорошая новость, что я сегодня была в бане. Центробанк сегодня снова поднял курс доллара. Сколько будет стоить иностранная валюта завтра, расскажем далее. Партнер рубрики «Курсы валют» в магазине финской одежды «Лухта и Сампа». Курсы валют на 20 февраля. Доллар с США – 76 рублей 36 копеек. Евро – 84 рубля 91 копейка. Польский злотый – 19 рублей 33 копеек. Метеорологи обещают калининградцам теплые февральские выходные. Сбудутся ли прогнозы, расскажет наша ведущая Александра Дмитренко. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте! Длинная рабочая неделя в Калининграде подходит к концу. Напоминаем, что суббота объявлена рабочим днем по всей стране. А синоптики работают и обещают, что выходные будут теплые и солнечные. А сбудутся ли прогнозы, расскажем далее. 20 февраля днем в Калининграде малооблачно, небольшой дождь. Столбик термометра покажет плюс три. К вечеру осадки закончатся, но вот столбик термометра опустится до плюс одного. Ветер южный – до четырех метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Также напоминаю, что все новости дублируются в нашей официальной группе ВКонтакте. И это все, о чем успели рассказать вам к этому часу. В студии была Ираника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!